Братва, сегодня я в Питере и мы едем покупать раритетные автомобили из того самого, того самого сериала Слово пацана Ты как нашел эту тачку? Через Adidasics набрал Ну и меня, короче, забирают в милицию Это машина-двойник Самая легенда, самая машина, ну как есть Жекич открывает контейнеры, а мы перекупы в гараже Печка как дала, глушитель взорвался Кикдаун Илья, скинуть ее Бруклина Машина продана, плюс 350 тысяч рублей Я не знаю, как они нашлись Эти два автомобиля в культовой сцене принимали участие И каким-то образом они нашлись И кто, кроме как, Даниил Директорич мог их найти на Буку в Питере Ты теперь пацан, ты теперь с улицей А кругом враги Он гражден был для этого сериала Он мог вообще не играть То есть там играли актеры Он мог там просто жить Я мог просто встряхнуться Это улица вот эта вот Теперь ты пацан, блядь, все имей ввиду Директорич нашел два ретро автомобиля И третий в комплекте был Ретро мопед Мы едем за город коллекционеру Выкупать два этих автомобиля Гайцы сигналисты у тебя Это парктроник из 2004 года Получается Мухоловка деревня Вот эта тройка, которая у него есть Она на выставках участвовала Она, он говорит, пять лет назад ее продал Потом она ему года через два-три вернулась Но самый важный экземпляр это вот эта Волгочка Волгочка, Волгочка, да, экспортная, 24-я Все как положено Когда они подъезжали на разборку Как это у не Адидаса, а вот этого второго Желтый-желтый, который типа Нормальный вроде пацан Ну, типа вроде Типа вроде, да Они встречались, Адик приехал с Пумой А там Римак потянулся И Римак потянулся В момент, когда младшему Адидасу ухо подрезали Извиняться заставили Толпа выскочила Они приехали на Волге Точнее, ГАЗ-2 Адики приехали на Волге Адики приехали А Адсовский Волк? Желток был на тройке как раз Желток Объясни, вот этот человек, который их коллекционирует Как-то пробил, что мы тоже не маленькие дети Я договорчики достаю А ты знаешь Хараба? Я говорю, так сам Хараба к тебе приедет Я по профилю посмотрел Там куча машин как бы за период владения профилем Этим была продана Но вроде бы как Он мне говорит, что он так не занимается Но он нет-нет коллекционирует такую технику Покупает для души А по цене можно его сломать еще? Ты че там по цене и так уже сломано Как я скучал по этой фразе Разбек по печенюшкам Особенно сейчас, когда шепелявливаю Печенюшки 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 Вот так нормально По хлебобулочным изделиям Ну че, прибыли на стрелку, да? Будем сейчас распаковку нахуй делать Ты как нашел эту тачку? Ты сжигу искал? По связям Через адидасикса набрал, короче Младшего или старшего? Да, старшего Или среднего Младшего Меня не интересует Николай Здрасте Добра, здоровья Коля Гаджет Это вы, да, придумали вот этот вот Харабба? Харабба, да Известный человек самый Сергей перекупщик Я нет Я? Ну, не довелось еще пока А, вы не перекуп? Нет А, то есть вы просто А то он там впарил вот этот, что вы перекуп И так далее Ну, так он, конечно, сам такой Мы доехали Вот первый гараж Где первая культовая тачка И вот там второй гараж Где будет вторая культовая тачка И все, как мы уже сказали Из того самого сериала Я буду в роли Адика А этот будет вроде Желтика Говорят, ты здесь жить остаешься, да? Под капотом, под капотом, под капотом, да А слово пацана, ты смотрел, да? Майден в Венгрии Зачетный фильмец Жизнь Я, правда, в Казани не был еще Но в Питере плюс-минус то же самое было У тебя в Дагестане так же было? Только в Махачкале было все интеллигентно И по-другому Говорят, вы два раза ее купили Как у вас первый раз появился, как второй? А первый раз я ее случайно купил Я подыскивал себе вообще копейку И нашел вот эту тройку Купил у бабушки одной Я как бы окунулся во всю вот эту вот ретро И очень мне, допустим, доставляет удовольствие Именно вот собирать машину Вот каждое колесо, я Дане говорил Когда вот я установил его сюда Без учета резины Оно стоило десятку, одно колесо Бабушку я продавала за сто с лишним тысяч И к ней приехали цыгане И цыгане там сотку ей давали А у меня не было сотки Я приехал, говорю, у меня там есть, грубо говоря, 80 тысяч Отдадите Она говорит, ну я цыгане боюсь А ты типа забирай Я ее забрал Еду там через пять минут У меня, короче, печка как гдала, блин Глушитель взорвался И вот это вот, ну это реально, блин Я еду, думаю, нахрена я вот это вообще все купил Ну а потом пошел процесс вот со сборки Я понял, что мне это нравится Приехал ставить ее на учет И меня, короче, забирают в милицию Это машина-двойник В Оренбургской области Тройка только желтая и утилизирована Меня в отдел полиции Позбудили материалы Дали направление на экспертизу Я съездил, сделал экспертизу И потом узнал я, что, короче, в Советском Союзе Воровали целиком машинами Не запчасти просто в Тольятти, а целиком машины За год он в одиночку похитил 55 машин Эта машина должна была уйти на экспорт В 80-м году Но я каким-то образом Вот отец вот этой женщины, которую я купил Он ее оставил здесь Ну я прошел вот эти все круги ада Экспертизу, заключение И поставил ее на учет Потом года через два, короче, продал ее парнишке Ему въехали, короче, в крыло там какая-то бочка, омывайка У него, видимо, какой-то и страх появился, блин, к вождению Короче, обратно он мне ее отдал А мне не вывезти Я купил в этом году дачу И, короче, вот приехал Даня Ему понравилось В этом гараже не только тройка Но еще один экземпляр, который мы выкупили Это ретро Эта переходка получается очень редкая Цвет очень редкий Потому что все привыкли, что ежи, они красные должны быть Совершенно случайно подвернулся мне в коллекцию Я сам там раз-два в год выйдешь на них, прокатишься по городу Просто когда на них едешь по городу Ты останавливаешься там на светофоре Либо просто где-то припаркуешься Блин, едут люди там на каких-то мерседесах Там показывают, типа, зачет, класс В родной краске? Да Все в родной краске Все три позиции Все три позиции, которые вы сегодня забираете, они в родной краске Ну вот по этой машине, кстати, блин, приезжали и мне говорили Она типа крашеная Ну вот если взять толщиномер, Даня здесь простреливал Он как бы нет И может быть это особенность та, что это все-таки машина Какой-то вот двойник, да, вот мне там показывали Вот Акал типа, да, там сварочный Ну хер ее знает Она как бы в оригинале вся Салон оригинал Тесновато, но стильно Давай зрителям скажем Насколько я ее набираю У ее? Да А этот директор из себя заставляет Ну типа, это его А моя ласточка следующая У меня-то, конечно, получше ласточка, да? Чем у директора из себя У тебя баржа, которая не едет, тебе сказали только что За сколько ты ее забираешь? Кого? Ее Вот эту жигу? Да 125 тысяч рублей Что ты с ней будешь делать? Взяла директорские петли Я подумаю, вот у меня изначально вон там лежит крылышко советское Вон оно торчит Я поменяю его Полностью здесь ревизию проведу Чего почем Чего поменять Чего обслужить Доведу до состояния около идеал И там уже посмотрим Если будут хорошие бабки предлагать, я продам Ты сейчас договоришь Да, да Не, надо Вот эту машину надо поднимать Я согласен Я считаю, что вы очень дешево отдали Вот Волгу вы отдали дорого Ну типа По Харабе рынок сильно выше По Харабе Волгу дороговато вы отдали Вот Волгу можно скинуть А жигу чуть приподнять Не, не, не Волга, если посмотришь Цена моей Волги в районе 600 Я думаю Это все хотелки Это все хотят Объективно Вот я смотрю Жига действительно недооценена А Волгу чуть переоценена Вот это моя Просто ну не все понимают Вот Горжи лично не понимает Что тройка из Жигулей Именно из Жигули 21 Самая легенда Самая машина Ну как есть Директор Чё? Ох Дрова можно грузить Это конечно стиль Пробег 19 тысяч Чё втыкать? Первую скорость и поехали Прикольно Прикинь бы мы его так Еб***ть бы на нем Слышишь? Только поехал Только ты бы в люльке поехал Я бы туда не влез Скайпом упал Даже диван Лютов Одного роста стали Погнали Одного роста стали Я бы прокатился Один длинный Чё ты не подготовил А его вообще никак не завести Пишите в комментариях Вы когда им перепродавали Ишь Ты прикинь на выкуп Так летом вытянуться У нас не будет возможности Это сделать Вот в этих касках Не стучи по каске А то в натуре Чуть-чуть эхо отдаёт Обстановка здесь прикольная Вот как будто ты не в Питере Музыка играет Мы едем Прямо здесь В этой же деревне Второй гараж И там Для меня лично Самая главная Ставка И самый главный автомобиль В сегодняшнем ролике Это Волга 24 И вот это для меня Лично эмоциональная тачка Но я знаешь, что предлагаю? Чё? Мы сейчас её продадим По чём ты её купил? 375? Ты обалдел, что ли? В смысле Тогда дропай Жигу тоже У меня есть идея Вот без шуток Кикдаун Илья Скинуть её Бруклунду Сколько она Типа Нет, Волгу Ты как считаешь? За сколько её Ну, адекватно продать? 5 бумаг 500 Да Вообще Даже по-братски можно Пацаны, давайте сначала Подписчикам покажем тачку А то он беседа Уже продали Мы теоретически перекупали Люди, которым мы продаем машины Они ещё даже не знают Жекич открывает контейнеры А мы перекупы в гараже В этом разница между нами Вот мы приехали на вторую локацию Где стоит уже мой ворс И моя детская мечта Вот это, сними кусочек И всё Этого хватит Ну да Бля, нормально На белом-белом Покрывали А вот, видам наклеечка Вот это всё С кодом, краски Всё как положено А он не на ходу, да, сейчас? Или как? Всё заводится, ездит То есть он назад Мы сможем И сейчас сфоткать её Сможем вот на улице Гараж лютый просто Типа много переков Которые выкупают тачки Вот в таких гаражах Я, честно, редко выкупаю В принципе Всё-таки Как бы, ну Подъезда, да? На улице На него Чё, чё там, Гриш? Он не захочешь Ну, он коллекционер Но если он не захочет То я, знаешь, чё сделал? Вот прям здесь его Отфоткаю Отфоткаю И выложу на Авито Продаваться Ну, барыки, я честно Нет, дорого продаваться Ну, типа коллекционера А, Авито? Авито Ты чё, серьёзно? А подготовить, Чтоб она ещё красивее была? Так, она подготовится Это ручник? Да Ну, от слова Ручник От рука Ну, типа рукой Раз Это вторая серия Волги Потом была переходная Ещё на 24.10 Уже вот здесь ручник А вот первая серийная И вот переходная Вот он Этот сегмент автомобиля Он не для бизнеса Он для эмоций На этом автосегменте Очень тяжело зарабатывать деньги Ну, типа Ну, ты поспоришь И у меня другое мнение Это два мнения Вопрос в том, что Я считаю, что На этом сегменте Всё равно можно зарабатывать Конечно Здесь невозможно Оценить автомобиль Здесь нет автотек Здесь нет конкурентов Ты берёшь просто Принимаешь решение Рискуешь Либо зарабатываешь Либо лет 10 ездишь На Волге Потому что она никому не нужна Как вариант Людям, у которых есть деньги Которые понимают Толк и смысл вообще Существование таких автомобилей На сегодняшний день Я думаю, пять бумаг Это реальные деньги Ну, по сути Честно Давай попробуем Заработать на этом автомобиле Но я уже эмоции заработал Мне кайф А можно ли заработать денег На перепродажу Честно, не знаю Но давай попробуем Алло Илёх, привет Да, как же Здорово Здорово, здорово Короче Я тебя снимаю Как я тебе написал Буду снимать На YouTube У меня, конечно Не тот YouTube Как у тебя Но всё-таки Мы тоже блогеры На минималках Волга 24 Ты фанат Коллекционер Фанат И у тебя очень много Таких ретро автомобилей 24 Волга Вся в родном окрасе 80 тысяч пробега С красным салоном Я тебе сейчас На экспорт Да, было сделано Вся заводская резина Все книжки Короче, там Ну, типа Я тебе прям фотки пришлю Ты увидишь её Ретро Да, прям В прямом смысле У него ретро Ещё тройка Жига, тройка И Иж Иж И все три В родном окрасе Все в гаражах Ну, Горич, я тебе прям фоток нашлю Мы, типа, сами в шоке Тебе Ну, смотри Как бы Я не знаю Сколько у него рынок Я её забираю Я знаю, почём Ну, типа, тебе я готов отдать Давай, отталкивайся От твоей цены Попробуем Поторговаться Я не забираюсь Нужно время Чтобы пойти Сколько же стоит Так мы не спешим Мы её уже Забрали Он, кстати, владелец Автосалона Вот, без шуток У него Автомобили Сколько он? 30 30 будет точно 30 авто на складе Он продаёт Он пользуется Автохабом Ну, короче, типа Я случайно об этом узнал Красиво двигается И на Ютюбе Красиво двигается И в детейлинге Красиво двигается И в автобизнесе Красиво двигается Поэтому Мы с ним обязательно Тоже Точно снимем интервью Он интересный гость А этот автомобиль Сейчас попробую ему впарить Ну чё, братва Мы на самом деле На этом ролик заканчиваем А может и нет Я вот честно не знаю Сможем мы продать Эти автомобили Нужно ли их продавать За сколько мы их продадим Где продадим Это покажет время А пока пишите в комментариях Вообще Есть ли такая возможность У перекупа Заработать На таких автомобилях И у меня просьба В комментариях Напишите Какой самый старый автомобиль Вы покупали И перепродавали Вот просто Марка Модель год Мне интересно Кто сталкивался С ретро Перепродажей Я благодарен Директорич Ты смотри Ты коль благодарен Человеку Человеку Коль тебе месяц Или три месяца Комфорта подписку В Хараби Комфорта Хараби Комфорта Сколько надо Он же не профит Зачем он бизнес Ну да Бизнес Сколько тебе она Понять попробуй Полгода не надо А полгода там нет Такого только три Мне будет нужно Воспользоваться Наберешь да Но в любом случае Что быстрее будет Я быстрее Перепродам Или продам Волгу Смотри на его глаза Он проследился Это обидно Обидно Или тебе потребность В Хараби Быстрее возникнет Это все шутки На самом деле Я на связи Короче Комфорт Три месяца В кармане Да У нас такой же Точь-точь Только оранжевый Это что за постанова Я тебе говорю На нем Я выход Слышишь А вы что Не на нем Сейчас Это не нас Это крашеный А у нас Орик Просто У него Фара восстановленная Уже новая Китайская Время уже 17.41 Дата Вся та же День тот же Чего Макс Красиво сделали Да Это очень жестко Мы приехали Из этого всего Сил мощного И приключения Посмотрели гаражи Все Забрали машины Я продолжил Илья кикдауну Он пошел думать Ну типа я понял Что он еще думает И это нормально Бывает то что нравится Что нет Мы приехали сюда Пообедали Приехали И что я сделал Выложил телеграм-канал Харабовский А дальше шел на авито Выкладывать Все фотки Все я подготовил Что я не балабов Но не успел Отвечаю Но не успел Позвонил мне Партнер и друг Автохаба И наш старый Старый друг Игорь Киверин Он же Собственник Автосалона Автопопотайм В Твери Вот я выложил Сегодня 17-18 Сколько Меньше час назад 17-27 Уже бронь Потому что Он кинул Задаток И все А он говорит А что еще Есть у этого Коллекционера Вы что забрали Я говорю Есть Иж И есть Жига Он говорит Я все забираю Дай мне Я вводный Дал Я даже Игру Не успел Все 950 тысяч Тотал За три лота За три лота 600 Выкуп 950 Продажа Кто-то может Жаловаться И ныть Что машин нет Рынок дорогой Звонков нет Трафик упал Кто-то берет И делает И зарабатывает 350 рублей За день Ну это Неплохая Эта сделка Неплохая Я свободен С пик и ветром Моровнет Я свободен На его А не во сне Как думаешь По вот этому Срачу В зоне выдачи Будет понятно Где мы находимся Но по вот этому Бардаку Вот этому Льду И так далее Понятно Что Где мы можем быть Кроме какого Около официантов Прошло пару недель Как мы Продали Ну мы получили Деньги И все А продали мы Нашим друзьям Они же Собственники Автосалона Авто Попотаем В Твери Там Игорян В оранжевой Шапочке Это Собственник Автосалона И он Фанат Старых машин Он к себе Коллекцию Решил купить Мы на нем Денег заработали Только Ну мы не будем Говорить Сколько А то Он начнет торговаться Он собрал Своих друзей Из Твери Приехал И забирает Сегодня Эти тачки В Тверь К себе Автосалон Поставит И будет Продавать Кайфовать Это Собственник Автосалона Сколько у тебя машин На складе 170 И выкупы А сколько выкуп Выкупа 90 Средняя цена Автомобиля Миллион Сто Это Где-то 100 120 Миллионов У тебя На кармане Двигается Своих Они Заемные А что у тебя Было Вообще Из машин Старых Давай так Скажу то Что есть Сейчас 99 С пробегом 11 тысяч Километров Просто Новая Крашена Там Пару Деталей Ну таких Знаешь Типа Косметика Волга 3102 Типа У нас В проекте Там 2.21 Валяются Но мы К ним Что-то Руки Там Не доходят Что Было Волга 24 Чистая 24 81 Года Вот Как Это Только Черная Купил За 90 Себестоимость Проекта Была Приближена Уже Наверное К 800 Плюс Минус Потому Что Там Все Там Собирали А Продали Мы За 860 Была Шестерка Фисташка 83 Год Наверное Один Из Самых Удачных Проектов Мы Снимали Полностью Краску Всю Вот Волнений Была Масса Делали Мы Где-то Около Полугода Потому Что Все Оригинальные Хромульки Это Все Было Но Сделали Прям Класс Я Покупал Я Старушку Вот Это Типа Топчик Всегда Хотелось Жака Купить Короче Ассоциации С Волгой Какие У меня Денег Особо Было Немного У Семья И Батя Там Чутку Либничал Она Всегда Глокла Что-то Там Происходило Ассоциация Мы Ее Толкаем Ассоциация Зимой Нет Зимняя Резина Мы Ее Толкаем Ассоциация С Рафиком С С Бензин Этот Ржет Он Не знает Как Я На Эвакуатор Грузил Там Такие Жена Леднев Короче Директор Он Ржать Будет С Смотри Как Мы Едем В Тверь Хочется Увидеть Идеальную Волгу И Поэтому Я Начал Строить Черную Волгу И Хочется С Этой Что-то Сделать Короче Ставим Лайки Вот Сейчас Точно Все Бабки Они Занесли ДКП Там Все Оформлено Как Они Дают До Твери Надеюсь Весело Им Понравится Я Телефон Свой Вырубаю Пусть Мне Не звонят Типа Чего-то Она Глох Не Забоется Вот Эта Суета Меня Не Волнует Гарантия Волна До Забора Забора Доеет Если Что Дотолкаем Смотри Самый Прикол Директор Вчера Принял Сюда На Площадку И В этот же Вечер Приезжает Вот Эта Легенда Которая Кто Подписан На YouTube В Принципе Джеки Хараба Не Важно Вот Эта Легенда Уже Точно Вспомнил А Мы Ее Пригнали В Питер Чтобы Поставить Масл Гараж Что Такой Масл Гараж Это Ретро Коллекционная Площадка У нас На YouTube Есть Интервью С Ребятами Из Этого Гаража Коллекционного Все Пока Ставим Ставим Лайки Комментарии Погнали